Ой, Калина, ой, Малина, в речке талая вода, расскажу я вам, подружки, как попала я сюда. Пенсионерка Валентина Рязанцева торгует с песней и хорошим настроением. С пятницы по воскресенье жительница сельского поселения Рождествено встает пораньше и везет жителям большого города продукты, выращенные в собственном огороде. Вот огурцы и корневая петрушка, сельдерей, свекла, морковь, зелень вот всякая. Как вам вообще обстановка, как любить для пенсионеров? Хорошо, для нас все условия, слава Богу. В этом году на ярмарке, который 25 августа открылся в музее Алабина, находят покупателей более 60 пенсионеров. Для сельхозпроизводителей 157 мест. Житель Сызрани Михаил Гнусарев выращивает на своем участке более 100 сортов винограда и ежегодно приезжает на ярмарку с большим и вкусным урожаем. Любит скрещивать сорта и выводить новые культуры. Есть даже лицензионные некоторые сорта, вот такие, как Аватар, Хэллоуин, там, Ламборджини. Выращивать виноград Михаил начал после знакомства с человеком, которому врачи по состоянию здоровья рекомендовали есть эту ягоду. По мнению медиков, виноград благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. И когда я к нему попал, вот, мое сердце растаяло, я как увидел и влюбился. А если ты влюбишься в виноград, то все, жизнь вот она и пойдет виноградная. Все представленные на ярмарке товары сертифицированы и полностью отвечают требованиям безопасности. Покупателям предлагают овощи, фрукты, мед, мясные и молочные продукты от местных сельхозпроизводителей и фермеров из других регионов нашей страны, в том числе Республик Мариэл и Башкортостан, Ульяновской области и других. На ярмарке широкий выбор как цен, так и качества продукции. Также всегда можно попробовать, в отличие от магазина, перед тем, как что-то купить. Ну и, конечно, поторговаться тоже можно. Народ зелит свой огород, половина сахара, половина конкретный мед, пожалуйста, мимо не проходим. Кроме мясной и рыбной продукции самарцам предлагают зелень, а вернее много зелени. Ганш Давлатов торгует на ярмарке у музея Алабина ежегодно. Говорит, витамины жители города очень любят. Здесь шпинат, розмарин, кинза, редиска, все есть, девушка. Хорошо на вас берег есть? Хорошо люди покупают? Ну, дешевле сделаем, конечно, покупают. Но покупая зелень, не стоит забывать о мясе, особенно диетическом. Фермеров Ержан Шукуров торгует молочной продукцией, колбасой и каниной. Мясо канин, оно вообще, по идее, диетическое мясо. И она, вот в отличие от говядины, допустим, она усваивается в организме в течение трех часов. А говядина усваивается в организме в течение 16 часов. То есть она намного полезнее, так сказать. То есть на износ организм не работает. На ярмарке действует единый дизайн-код. Используются фартуки, ценники и другие элементы единого образца. За качеством продукции следит Самарское ветеринарное объединение. Помимо систематических проверок, лаборатория предоставляет услуги санитарной экспертизы. Ярмарку у Алабина жители Самары ценят за качественные и свежие продукты. Нравится, я хожу сюда постоянно. Зачем сегодня пришли? За какие товары? За рыбой. И попробовать дают. И пакеты бесплатно. Все, что нужно, все, пожалуйста. А вы зачем конкретно пришли? За какими товарами? За фруктами, за мясом, за молочкой. А почему вот именно сюда приходится? Ну, как почему? Свежая продукция. Ярмарка у музея Алабина работает по пятницам, субботам и воскресеньям с 8 утра до 6 часов вечера. Так что еще есть возможность встретить выходные с лакомым кусочком, приобретенным у местных сельхозпроизводителей. Ольга Павлова, Игорь Казановский. События. Продолжение следует.